Доброе утро, друзья! С вами Гульнара Махмутова. Сегодня на деловой завтрак Департамент продовольствия пригласил нас в кафе «Лес» Горькинско-Аметьевский парк. Особый гость сегодняшней программы – главный архитектор города Прокофьева Татьяна Георгиевна. Пора и нам присоединиться к беседе. Доброе утро, Татьяна Георгиевна! Сегодня у нас в гостях на нашем деловом завтраке учащиеся архитектурно-дизайнерской школы «Дашка». И у них масса вопросов, потому что они хотят и мечтают стать архитекторами или дизайнерами. Каких же архитекторов не хватает в Казани на сегодняшний день? На самом деле не хватает хороших архитекторов. Каждая из кафедр, которая предпредставлена, это и кафедра архитектурного проектирования, кафедра гостроительства. У нас есть специалисты, которые занимаются исторической застройкой. На самом деле нельзя сказать, что кто-то из них более так востребован, а кто-то менее не востребован. В каждой своей области, мне кажется, хороший архитектор, хороший специалист всегда может найти себе заказы и всегда может найти себе такую нишу, в которой он работает. Поэтому мне кажется, что архитектору все специальности очень нужны. Хотела узнать у вас, что бы вы хотели изменить в траектории развития архитектуры Казани? Когда мы говорим о разных архитектурных проектах, чаще всего меня смущает качество проектирования, честно говоря. Очень часто архитектор работает в тяжелых, достаточно таких узких рамках, которые ему ставит заказчик. А вот заказчикам тоже бывает сложно, потому что не каждый заказчик хочет потратить достаточно, скажем, денег, чтобы сделать хороший проект. Такое долгосрочное проектирование, качественное, это всегда проблема. Но это проблема не только в Казани, на самом деле. Должна признаться, что это проблема не только России даже, а вообще, в принципе, и мирового проектирования. Татьяна Георгиевна, департамент продовольствия. Сегодня специально для нашего деловой завтрака приготовила такой вкусный и очень полезный завтрак. Я предлагаю нам подкрепиться перед началом учебного и трудового дня. Я желаю вам приятного аппетита. Татьяна Георгиевна, меня, как жителя Казани, очень интересует один вопрос про улицу Баумана. Я слышала, что в своем последнем интервью вы говорили про проекты реновации и модернизации этой улицы. Можете рассказать подробнее про это? Дело в том, что мы давно уже считаем, что принятие каких-то отдельных решений на улице Баумана неправильно. Нужно на улице Баумана смотреть как на комплексный организм, который включает даже не только саму улицу, на самом деле, да, не только там, скажем, элементы благоустройства или не только фасады зданий. Но мы считаем, что вот те дворы, которые у нас в таком достаточно плохом состоянии сейчас вокруг улицы Баумана и связи, которым подпитывается улица Баумана там со стороны Булака, со стороны улица Профсоюзная, они, конечно, тоже должны включаться в общую систему. Меня интересует вопрос, как мы, дети и подростки, можем помочь в развитии архитектуры Казани на данный момент. Мы надеемся все-таки, что мы почаще будем устраивать конкурсы архитектурные или конкурсы на, скажем, на какие-то объекты городской среды. Вот там вот очень будем рады вас видеть. Ну, а что касается вот уже архитектурного, архитектурных объектов, то, конечно, здесь это вопрос авторский, авторско-архитектурный. И здесь, я думаю, что пока у вас нет шансов таких. Но я надеюсь, что после того, как вы отучитесь, после того, как получите образование, мы будем очень рады вас видеть уже в качестве профессиональных архитекторов. Наш деловой завтрак подошел к концу. Мы благодарим нашу гостю Татьяну Георгиевну за то, что уделила нам время в своем плотном графике. Желаем ребятам отличных оценок, а телезрителям хорошего дня.